Врачи теперь соседи по дому этих бабушек. Здравпункт 4 медсанчасти открылся на первом этаже жилой пятиэтажки. Теперь получать необходимую помощь можно быстрее и проще, а занимать очередь прямо на лавочке у подъезда. Это хорошее дело, потому что мы здесь остались вообще без медицинского обеспечения. Отсутствие в поселке врачей прочувствовал на своем здоровье Тамара Ильченко. За то время, сколько здравпункт не работал, она успела заметно сдать. У меня уже три года болит желудок, поджелудочный. Меня увозили раз в год, потом раз в полгода, а сейчас каждый месяц. Боли начинаются сильные, постоянные. Я вот так вот скорую вызываю каждый месяц. Соседство в городке рады. Новые жильцы не шумят и к ним всегда можно зайти за медицинской помощью. В пункте есть приемные и процедурные кабинеты. Здесь можно сделать флюорографию, сдать кровь на анализы, а также пройти вакцинацию и диспансеризацию. В больницу обычно стремятся прийти пораньше, но теперь местным пациентам не придется вставать с петухами. В 9 утра у нас пришли первые пациенты в плане ознакомления, в плане получения уже первой медицинской помощи. Первые измерения артериального давления, так скажем, проба пера у нас прошла. Пациенты все довольны. Прием с 8 до 12. Во второй половине фельдшер проведет обход по домам. Врачи и узкие специалисты будут приезжать из основной поликлиники ежеквартально. Но даже своими силами персонал обещает справиться. Если понадобится, военный городок из четвертой медсанчасти направят еще одного фельдшера. Это огромный-огромный контингент, который до сегодняшнего дня оставался практически не без помощи, но вот эта доступность, которой надо было несколько, больше 10 километров преодолевать до четвертой медсанчасти для того, чтобы могли просто померить давление или просто проконтролировать этапы лечения. У нового медучреждения отдельный вход с улицы. Есть пандус для пациентов на колясках. Так как жилой дом немногоэтажный, машин немного, поэтому парковочных мест хватит и для санитарного транспорта. Светлана Урванцева, Юрий Дорошенко, Антенна-7.